Все привывшие на Ставрополье и из других регионов России будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Такое распоряжение дал губернатор Владимир Владимиров во время совещания Координационного Совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Проводить эту работу будут руководители территории, медики и специалисты Роспотребнадзора. Глава края также поручил обеспечить дополнительные меры профилактики на предприятиях, которые будут работать во время противовирусного режима. Ужесточаем режимы, связанные с работой людей на предприятиях. Сегодня мы данное постановление примем и пропишем четко нормы, по которым могут работать сегодня предприятия. Я очень прошу тот режим самоизоляции, который мы сегодня в край ввели, обязательно соблюдать, потому что вслед за второй волной, мы ее прогнозировали, внутрирегиональное заражение. Пойдет волна третья, она будет связана только с одним, с тем, что мы начнем заражать друг друга внутри Ставропольского края. Очень бы не хотелось, чтобы эта волна к нам пришла. У 19 человек на Ставрополе диагностировали коронавирус. Об этом сообщили на ежедневном брифинге в правительстве края. Новые пациенты изолированные находятся под наблюдением врачей. Уже идет работа по выявлению их круга контактов. Из общего количества пациентов шесть полностью выздоровели. Также на брифинге рассказали об организациях, которые продолжат работу в период действия усиленного режима самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал накануне губернатор Владимир Владимиров. Это предприятие связанное со строительством, сельским хозяйством, бытом и не только. Прачечные, химчистки, магазины оптика, магазины по ремонту бытовой техники, по ремонту другой техники, имеющие значение быту, работают. И вот как заключительный процесс, учитывая, что все эти виды деятельств надо обеспечить адвокатской деятельностью и нотариусам, то же самое 22 и 23 позиции этого распоряжения, также они включены в действие. В Невиномысске стартовали масштабные дорожные работы. Ам начали реконструировать автомобильный переезд через железнодорожные пути по улице Гагарина. Его возраст больше полувека, объект уже не справлялся с транспортной нагрузкой. В качестве альтернативы в конце прошлого года в городе Химиков открыли новый путепровод, но и прежний участок имеет важное значение. На нем оборудуют четыре полосы движения и пешеходную зону. Конструкцию крепят почти две сотни сваи и палок. Перед началом работ путепровод осмотрел губернатор Владимир Владимиров. Он рассказал, что темпы дорожных работ в регионе не снизятся в связи с коронавирусом. Аграрии Ставрополья приступили к севу подсолнечника. Всего в текущем году культурой предстоит засеять 320 тысяч гектаров. Отметим, что уже выполнено более 15% от плана. Больше всего пашин засеяли подсолнечником в Петровском и Новоалександровском округах, а также в Труновском районе. В Краевом Минсельхозе подчеркнули, что в 2019-м средняя урожайность подсолнечника составила 16,6 центнеров на гектар. Детская музыкальная школа Кисловодска получила новые баяны и аккордеоны. Подобраны они специально с учетом возрастовообучающихся. На них смогут играть как начинающие музыканты, так и старшеклассники. Инструменты закупили в рамках нацпроекта «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова